Накануне закончился прием заявок на участие в проекте «Независимые люди» на Первом областном. Желающих бросить курить более 40 человек. Пока будущие участники готовятся проходить испытания и избавляться от вредной привычки, организаторы проекта придумывают оригинальные и интересные задания. Подробности у Кристины Добровольской. Пока это не последняя сигарета в жизни Александра Коровчука. Но надежды, что однажды он сможет вдохнуть полной грудью в свежий воздух вместо никотинового дыма, мужчина не теряет. На участие в проекте «Независимые люди» курильщика с 16-летним стажем сподвигла жена. Ей Алексей пообещал, как только родится ребенок, обязательно бросит курить. Сыну Алексея скоро исполнится полтора года. Желание есть такое, например, утром встать и сразу покурить. То есть оно мне мешает. То есть нужно сначала хотя бы воды выпить, либо чая, кофе утром позавтракать. Но у меня вот такое желание жуткое – встать и сразу пойти покурить. Вот в этом оно мне мешает очень сильно. Ну и так вообще по жизни мешает. Где-то что-то, или в магазине хочется быстрее покурить, выйти из магазина, или торговый центр большой. Или в машине тоже самое едешь, хочется покурить, а ребенок сзади сидит, то есть и никак. Таких желающих бросить курить в редакцию Первого областного канала обратилось уже более 40 человек. У каждого своя история. Кто-то безуспешно бросал уже несколько раз, кто-то боится последствий отказа от никотина. Но всех объединяет одно – огромное желание бросить. Для людей важна мотивация и важны желания. Если они хотят бросить курить, то я думаю, у нас будет много тех, кто бросил курить. Если человек только себя тешит желаниями и какими-то идеями, да, и на самом деле он думает, я все равно не смогу бросить курить, я думаю, мы таким людям не сможем помочь. Хотя мы будем бороться за каждого. Из всех заявок выберут всего 15. По мнению организаторов, самые трудные случаи. Например, заявки от курильщиков со стажем в 40-50 лет. Но остальные тоже смогут участвовать в проекте, как единомышленники бросающих. Самих будущих независимых разобьют на пять групп. Одни будут бросать курить с помощью книги Алина Карра, другие – по психолого-педагогическому методу. В третьей группе займутся спортом, остальным будут помогать медики. Лечение не только медикаментозное. Таблетка, пластырь, трава чудная какая-нибудь, которая моментально излечит. А это в обязательном порядке психологическое тестирование, диагностика и помощь психологическая. Психотерапевт – обязательный атрибут, который должен присутствовать в лечении. Уже на следующей неделе 15 пока еще зависимых людей познакомятся друг с другом и пройдут первое медобследование. Первые серии проекта «Независимые люди» зрители увидят уже в ближайшее время.